Ситуация на передовой снова обострилась. Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли два украинских бойца. Боевики из миномётов и арт-установок накрыли огнём позиции наших военных в районе посёлка Южное, выпустив полсотни мин и 25 снарядов. Досталось и жилым районам. Подробнее расскажет Ирина Баглай. И вот там вот, видишь, сгустки крови, туда побежала и потом уже здесь уже умер. Недолго мучился. Так от разрыва мины погиб Дик, овчарка Руслана. Было тихо, вспоминает мужчина, и тут взрыв средь бела дня, прямо у ворот. Семье повезло, в этот момент они все были в доме. Маленького сына жена забрала со двора за считанные минуты до взрыва. Вот тут игрался. Буквально пять минут зашёл, а так бы, ну, ребёнку четыре года, пять лет будет. За пять минут до вот этого разрыва? Да. А старший собирался за хлебом идти. Как раз бы вышел, тут бы и остался. После первого разрыва сразу второй. Мина залетела на соседний двор. Там хозяевам повезло меньше. Они сейчас в больнице с осколочными ранениями. Ничего, никакого свиста, ничего. Помылся, вышел с душа. В хату шёл, вот тебе и на, поймал. У Сергея Васильевича осколок из руки врачам достать так и не удалось. У жены контузия и осколочная в спину. Волную меня внесло в летнюю кухню и осколок попал в спину. Я подумала, что у меня спина горит одеждой. Я сразу начала руками пробовать, вроде бы огня не это. Потом кинулась у него, кровь льётся. Ну и я чувствую, что у меня что-то вот футболку держит. Я дёргала новую футболку. Ну, такой маленький осколок. Упал мне под ноги. Свою историю пара рассказывает в больнице Торецка под дребезжание стёкол в окнах. В нескольких километрах отсюда в селе Южном продолжают разрываться снаряды. Воздух! Воздух! С утра над селом Южным вот такая канонада. Со вчерашнего вечера боевики открыли огонь из артиллерии. И бой продолжается всё утро до сих пор. Только за час подсчитали военные. Боевики выпустили с полсотни мин и 25 снарядов 122-го калибра. Ворог работал с 120-мм минометами и с 122-мм самогибных артиллерийских установок. У них основное их место, это шахты имени Гагарина. У них там есть и большая территория для работы. То есть они себя там, уверенно, напочивают. Дальше, где-то с Горлевки. Можливо, и те, которые любят работать с каких-то улиц, прямо в Горлевке, с жилых массивов. Погасить агрессию российских наёмников военным удалось, лишь применив ответный огонь. В результате этого боя двое наших пехотинцев погибли. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.